Всем привет! С вами Юлия Кондратенок и вы на канале Про Цветок, где мы помогаем вам растить свой сад здоровым, урожайным и долговечным. На дворе весна, идет активное сокодвижение, почки распускаются. Это прекрасное время для того, чтобы делать прививки. Более того, это прекрасный способ в это время спасти и сохранить наши любимые старинные бабушкины, дедушкины сорта, которые сегодня уже никто не производит, саженцы купить практически невозможно. Так вот, именно сейчас еще можно взять с любимого старинного ананаса бержанитского или малинового берлянского или титовки крупноплодной черенок и привить его на имеющееся у себя в саду деревце. Будь это вот такая, как у нас дичка, либо сортовое деревце, которому мы сделаем одну ветку другого сорта. Для этого нам понадобится а дичка, б сортовой черенок, инструмент, ленточки для завязки, садовый вар и желание вместе с небольшим умением. И сейчас мы с вами посмотрим, как можно сделать перепрививку молодого деревца и сохранить таким образом нужные сорта. До перепрививки мы выбрали вот эту скелетную ветку. И сейчас мы аккуратненько срежем, подготовим черенок. В данном случае это у нас очень хороший белый налив от бабушки. И сделаем прививку черенком в расщеп. Приступаем. Очень важно сделать срез так, чтобы он не пришелся на какую-нибудь ветку крупную, потому что в дальнейшем будет очень сложно расщепить в этом месте ветку. Итак, мы берем хороший острый секатор и срезаем выбранную ветвь. Как понять, что началось сокодвижение? Во-первых, при срезе мы видим, что его поверхность имеет красивый салатовый цвет и она влажноватая на ощупь. Если бы мы делали прививку в солнечную погоду, здесь через какое-то время выделился бы сок и поверхность бы даже блестела. Кора хорошо отстает. Это значит, что прививку уже можно начинать. Для прививки нам понадобится специальный прививочный ножик. И мы сделаем два среза, которые будут располагаться под углом, образуя такой клинышек на черенке. В правильном черенке должно остаться три хорошо развитые почки. Кстати, для того, чтобы сделать прививку, желательно брать ту часть, которая находится в середине черенка, не нижнюю и не верхнюю. Верх часто не вызрел, мягкий и не пригоден для прививки. Мы выбираем среднюю часть, выбираем здесь самые хорошо развитые почки и делаем два среза. Зачищаем, убираем вот этот язычок. Обратите внимание, получился правильный клинышек. Ровненький. Отсчитываем три почки. Раз, два, три. Если почки расположены очень близко, можно даже четыре. Срезаем черенок над верхней почечкой. Чуть-чуть наискосок, но ни в коем случае не задевая почку. Вот у нас готов черенок для прививки. И сейчас мы готовим расщеп. Здесь у нас небольшой диаметр ветки, поэтому мы используем прививку в расщеп. Аккуратненько раздвигаем и помещаем наш черенок в получившийся расщеп так, чтобы совместить зеленые части черенка. Кору с корой, камби с камбием. Аккуратненько вдвигаем вовнутрь, оставляя небольшие вот такие окошечки. Полностью совмещать, вот задвигать я не рекомендую. Лучше приживляется, когда есть небольшой такой зазор. Следующий этап очень важный. Это обвязка. Для обвязки можно использовать самые различные материалы, начиная от специальной пленки для прививки, заканчивая изолентой. Либо, вот как в моем случае, бюджетный вариант. Это разрезанная поперек пластиковая лента от пакетов с молоком. Она хорошо тянется. Мы аккуратненько сжимаем. Чем лучше мы прижмем наш черенок, тем лучше он приживется. Делаем петелечку и берем наш садовый вар и тщательно замазываем. Особенно вот эту вот щель, чтобы туда не затекала никакая вода, никакой дождь. Вот так, с усилием втираем. И, конечно же, маленькую толику на самую верхушечку, стараясь не задеть ни в коем случае почку. Вот. Итак, была у нас дичка обыкновенная, а стала дичка с белым наливом. Точно таким же образом мы можем перепривить все до последней веточки на этом деревце, получив из бесполезной дички прекрасное плодовое дерево. Точно также мы можем перепривить грушу, сливу и иметь у себя прекрасные плоды. Кстати, на одном дереве можно привить не один сорт, а два, три, четыре и даже пять. Главное условие сорта желательно на одном дереве совмещать с близкими сроками созревания. Например, летнее с осенними и раннезимними, осеннее с зимними и позднезимними. Так будет легче дереву правильно расходовать свои силы на выращивание урожая. И, кстати, не забудьте повесить этикетку, чтобы не забыть, что именно вы привили на своем деревце. Лично я использую этикетки очень долговечные от бутылочек с кока-колой, алюминиевой фольги, повешенные на колечко. Они долгое время способны сохранять информацию и дату даже, которую вы там напишите, когда была сделана та или иная прививка. Ну и, пожалуй, все. Прививайте свои деревья, сохраняйте старинные сорта, творите в своем саду и поверьте, ваши дети, а может быть, даже и внуки скажут вам большое спасибо. А с вами была Юлия Кондратенок, канал Процветок, и до новых встреч на нашем канале.